статья с сайта love journal пишет волкова светлана гавах непознанные тайны жизни кто пьет 8 миллионов литров крови в год для чего предназначена человеческая кровь для был голубых кровей еще при ссср проводилась массовая агитация за сдачу крови быть донором считалось почетным делом однако никто не задумывался о количестве этой забиравшейся крови считалось что в ней нуждались больные но что в ней нуждались больные но все же давайте включим мозги вот некоторая подборка информации сначала о закулисных ужасах медицины рассказывали сами бывшие одноклассники потом ежедневные нескончаемые вереницы пациентов центра одни рассказы воспринимались с юмором просто как о врачебной халатности от других волосы дыбом вставали и невозможно было поверить в реальность происходящего если вы сопоставите цифры сдаваемый в бесчисленные дни декады месячники донорской крови с данными об ее расходовании на декламируемые цели вы очень удивитесь если вообще найдете вторую цифру на переливание при операциях и лечениях некоторых болезней идет такой мизер что и сопоставлять смешно а если вспомните случай потребности в крови своих родственников и знакомых то удивитесь еще сильнее крови в медицинских учреждениях как правило не оказывается объявляется компания даются объявления мобилизуются родственники и друзья с той же или первой группой в общем многим знакомо а а те кто ходил на целевую сдачу для какого-то конкретного человека отметили деталь никто в этих кровоприемниках даже и группу не спрашивает забирают и все добавьте к донорской крови исчезающей в черные дыры половину крови младенцев забираемой медицинским ведомством в послеродовом прочувствуйте масштабы явления эти рисунки из так называемого кодекса борджия для быдло масс и учебников католические каноники добравшиеся до нового света уничтожали все туземные писания на всех носителях для себя тщательно их собирали и хранили если в двух словах о сюжете левого изображения то там смена времен вверху апокалипсис для мирового дерева тамошних ацтеков их разрубленной плоти которого выпархивает народившийся птенчику пырь а внизу этот птенчик начинает взращивать новое дерево как видно для следующей сменки народа майя надзирает засим знакомый клюворыл вон он с высунутым языком выглядывает из звезды апокалипсиса того самого апокалипсисического календаря который распиарен нынче в масштабе мира на правом рисунке обратив внимание на знакомую колбу с полосатой дрянью ДНК ацтекские орки изображали более наглядно как и все остальное впрочем и на то, что у клюворылы и хреновины сидящие в той же апокалиптической звезде общий пищевой тракт с тамошними властителем приобщаемым к обществу богов на третьем рисунке мы видим знакомый потрошительский ритуал ритуал в сопровождении лицедеев музыкантов и гавалопопых красоток с юбочками чуть ниже пупа и в сопровождающий ритуал процессию впереди несут новую ДНК как на посухе у гермеса и еще в тысячи предметов культа за ней знакомые колбочки источник непознанной тайной жизни кто пьет 8 миллионов литров крови в год вы узнаете, Уатсон что кафедра отслеживает след крови имеется в виду гойской красной в том смысле он четко что он четко прослеживается в группе людей которые являются потребителем красной крови обилие каннибальской символики и геральдики их даже хоронят в гробах называемых саркофагами саркофагами что в переводе с греческого означает людоеды или на иврите каннибалы в физиологии этого было выяснено кафедрой простая совсем свежие алиены глубокровая элита имеют голубую кровь в генах которая отдает синевой бурнетистской кожи поэтому они должны пить свежую человеческую кровь для них это вопрос физиологии дыхания а никакой не морально-этический вопрос в медицине происходят странные вещи мы уже отмечали что независимо от власти в стране все роддома подчиняются неведомому начальству которое собирает плаценты новорожденных в плаценте находится почти половина объема циркулирующей крови новорожденного крови высочайшего качества которая не свертывается и набита материнским сверхиммунитетом сверхиммунитет состояние наступающие только во время беременности беременные женщины простудами и гриппами не болеют у них состояние сверхиммунитета но это сейчас и при этом все акушеры инструктированы сверху чтобы в первые же секунды появления насвет новорожденного пуповина перевязывается сразу таким образом что половина крови новорожденного младенца захватывается с плаценте кладется с плацентой в морозилку и затем увозится в неизвестном направлении оставляя новорожденного только с половиной причитающейся ему крови кроме того Уотсон такая процедура как собирание с населения донорской крови в СССР я по крайней мере видел что собранная кровь действительно массово переливается больным в СССР эту консервативную кровь консервированную кровь лили больным направо и налево совсем не то что в США в больницах США переливание крови это очень редкое событие в СССР уже бы 2 литра пациента бы перелили пока в США только начнут чесаться по этому поводу но автобусы собирающие кровь по джу-йорку стоят на якоре в каждом микрорайоне то есть собирается крови явно больше чем в СССР потому что мобильные точки сбора везде при этом Уотсон что интересно вот 18 лет живу и езжу по джу-йорку никогда не видел чтобы блатбанковые автобусы собирали кровь у хасидских районов так Уотсон я давно начал задаваться вопросом куда девается собранная блатбанками кровь и вот Уотсон насколько научная иерология и вирология уже поднаторела алинской символики я просто на улице нашел ответ куда таки девается собранная с доноров кровь а заодно и кто стоит за сбором плацент как всегда все показывается открыто и средь бела дня прямо в рожу всем смотрите тупым гойским взглядом коровы кто увидит сам автоматически получает зачет по научной иерологии и уже один иеролог обратил внимание что разгадка даже в окраске автобуса переход голубой крови в красную и еще прямое указание на борту написано дай кровь она выносит наружу лучшее изнутри и глаз в треугольнике стилизованный под каплю крови вы уже засекли а а глаз в треугольнике стилизованный под каплю крови вы уже засекли вот так и финансовые чьи и кровяные банки отсюда роль крови как демонирующего энергоинформационного и направляющего факторы жизни человека колоссально велика все так не просто оказывается однако все таки эзотерическое направление многие новости относятся к таким высказываниям, а вот от имени Александра Александровича Богданова, годы жизни 1873 по 1928, как просто не отмахнешься, так просто не отмахнешься. Это столб в основании трансфузиологии. Интереснейшие опыты были им произведены. Все они, как минимум, говорили о том, что кровь является носителем не только питательных веществ, но еще и некой субстанции, определяющей жизненные процессы в организме. Если его работы после смерти засекретили, то это не значит, что феномен крови перестал существовать. Кровь – это энергоинформационная структура, которая несет информацию, не только ту, что нам передали наши предки, бабушки, дедушки, родители. То есть тот опыт выживания, накопленный на протяжении веков, но и ту информацию, которую мы получаем за всю жизнь от того мира, который нас окружает. И любое воздействие, будь то физическое или духовное, моментально отображается на состоянии нашей крови. Длительное отрицательное воздействие на организм различных негативных возбудителей, отражается прежде всего на клетках и структуре нашей крови. Тенденции в мировом сообществе именно таковы, что не приходится сомневаться в целенаправленном вредительстве. Есть всему этому только одно здравое объяснение – страдание одних людей можно обратить в пищу для других. Другими словами, существуют механизмы присвоения чужого счастья. И вот подтверждение такого явления я получил у Трехлебова. Цитата. «Как известно, настоящий мертв есть только кошер мясо, то есть мясо животных, умершленных особым до мельчайших подробностей установленным способом. Убой этот, при котором животные, поддерживаемые в стоячем положении, медленно истекают кровью под ударами особых колющих орудий, сам по себе является отрицательной жестокостью, сам по себе является отвратительной жестокостью. Но примечательно то, что жертвенный убой, за право которого мерд во всех странах своего расселения борются с необычайным упорством, до сего дня полностью сохранил значение религиозных жертвоприношений, ибо самое сильное истечение гаваха происходит во время кровоизлияния. Резники, приставленные мердами к этому кровавому колдовству, отнюдь не простые мясники, а служители культа. И весь этот жуткий обряд сопровождается чтением особых молитв и заклинаний. Также писатель-публицист Василий Васильевич Розанов 1856 по 1980 годы жизни описывает убой скота на бойне со слов русского врача-ветеринара. При мне производился убой овец, телят и годовалых бычков. Бросалось в глаза, что я вижу не убой скота, а какое-то священно действие, библейское жертвоприношение. Передо мной были не просто мясники, а священнослужители, роли которых были строго распределены. Главная роль принадлежала Резнику, вооруженному колющим орудием. Ему помогали ряд прислужников. Одни держали убойный скот, поддерживая его в стоячем положении. Другие зажимали животному рот. Третьи собирали кровь в жертвенные сосуды. Наконец, четвертые держали священные книги, по которым читались молитвы и производились ритуальные священно действия. Убой скота поражал своим жестокостью и изуверством. Резник, вооруженный в одной руке длинным, в поларшина ножом с узким лезвием, в другой длинным вершков шести шилом, спокойно, медленно, рассчитанно наносил животному глубокие колющие раны, действуя попеременно названными орудиями. При этом каждый удар проверялся по книге, которую мальчик держал, раскрытый перед резником. Первые удары производились животному в голову, затем в шею. Животное вздрагивало, пробовало вырваться, пыталось мычать, но было бессильно. Ноги были связаны. Кроме того, его плотно держали трое дюжих прислужников. Четвертый же зажимал рот. Начались лишь глухие, задушенные, хриплые звуки. Каждый удар сопровождался струйкой крови. Из одних ран она едва сочилась, тогда как из других она давала целый фонтан. Затем наступала пауза, несомненно, короткая, но мне она показалась вечностью. В этот промежуток времени вытачивалась кровь. По окончании исследований дальнейших также рассчитаны спокойные удары, прерывавшиеся чтением молитв. Эти уколы давали уже очень мало крови или вовсе не давали ее. По нанесению этих ударов животное переворачивали на спину, причем ему наносили последний, заключительный удар. Трехлебов комментирует. Необходимо не просто умершление скота, не простое оглушение животного и даже не получение как можно большего количества крови при этом, а медленное убиение жертвы с таким расчетом, чтобы, сохраняя ее полное сознание, причинить наибольшее страдание, обеспечить длительное переживание всего этого ужаса, что и наиболее сильное истечение гаваха. Гавах – загадочная субстанция, полностью подходит под описание адой, одной из основных субстанций, являющихся добычей паразитов. Тогда все встает на свои места, и нынешние деяния глобальных паразитических сил, любые кровавые жертвоприношения вообще. Становятся понятными также многие магические ритуалы. Если не считать, что много тысячелетий подряд человечество безосновательно страдало бредятиной, то приходится признать осмысленность этих действий. Подавляющее большинство таких жертвоприношений предназначалось так называемым божествам. Это метафизическая область, но питаются-то, получается, метафизические существа вполне реальной, предпочтительно человеческой кровью. И нужна им эта кровь именно как носитель некого гаваха. И этот гавах, это также ясно не является ни глюкозой, ни сахарозой, ни другим питательным веществом. Это, по-видимому, эквивалент жизненной силы человека или жизни вообще. Очевидно, что в данном случае этот самый гавах не является постоянно растворенной в крови, но в экстренных случаях он принимается кровью, очевидно, для каких-то целей. Наверняка это защитно-восстановительные цели в момент стресса, страха, всегда сопровождающих аварийные жизненные ситуации. Можно сказать, что это эликсир жизни. Его всегда должны беречь живые. И это всегда лакомая добыча каких-нибудь жизнеспособных сущностей. Если эти сущности не жизнеспособны, однако почему? Однако почему-то живут? Значит, они воруют чужую жизнь, чужой гавах, соответственно, чужое счастье. По вопросу, куда девается остальная кровь доноров, книга Алексея Артемьева «Как украсть счастье». Логотип кроводонорской организации «Красный крест» на белом фоне с полумесяцем. Расшифровывается. Крест – это главный символ сатаны. Красный – это кровь. Белый фон – безвинность. Полумесяц – это сосуд для сбора крови жертвы – кадуц. Коротко. Основная кровь идет на питание паразитов в подземных базах. Ее сливают в бидоны и увозят на машинах «Красного креста» до перевалочной базы. Откуда как военный груз уходит под землю? Еще раз. Коротко. Основная кровь идет на питание паразитов в подземных базах. Ее сливают в бидоны и увозят на машинах «Красного креста» до перевалочной базы. Откуда на военный груз, откуда как военный груз, уходит под землю? Туда же идут и отняты у новорожденных плазмы. Они должны быть оставлены возле детей до полного использования. Там иммунитет на всю жизнь. Остановить работу «Красного креста» на короткое время и нету паразитов на земле. Вот вырезка из статьи за 1999 год. Города-убежища рассчитаны на малое количество людей. Уже сейчас там складируются запасы пищи и воды, горючего, оружия, медикаментов и средств утилизации. К примеру, Россия недавно приступила к консервации горючего. Объемы поступаемых запасов таковы, что в стране разразился бензиновый кризис. Исчезновение тысячи тонн горючего власти объясняют хищениями в Чечне и на нитках трубопроводов. Но на самом деле причины кризиса в другом. Согласно плану спасения, далее намеченного запастись донорской кровью. Это будет оформлено как акт гражданского патриотизма, типа донорства для раненых солдат или помощь для жертв землетрясения. Совершенно случайно пришла в голову мысль, и я полез копаться в инет. Не поверите, но приличной стала трилогия фильмов «Блейд», которую я тут на медне пересмотрел. Если помните, там станциями приема-сдачи крови заведовали злобные вампиры, которые собирали кровь для своих гнусных целей. Ну да, вполне логично, вампиры. Они такие, что тут скажешь. Фильм кончился, а вот мысль о донорах и кровехранилищах осталась. Как хорошо известно каждому из нас, призывы сдать кровь и стать донором пестрит сегодня все, все что угодно. Вот вопросы, на которые я бегло попытался получить ответ простым поиском в инете. Сколько крови ежедневно собирается в России? Сколько крови ежедневно требуется в России? Каков запас донорской крови в России на сегодняшний день? Любопытно, но хрен вы где найдете ответ на эти вопросы и незатейливые вопросы. Зато полным-полно крайне странных организаций, следы которых уходят в туманные дали близкого и дальнего зарубежья. Этим я и займусь попозже. А пока вот что мне удалось добыть при помощи инета, логики и элементарной математики по Малинину-Беренину. Ежегодно переливание крови требуется полтора миллиона человек в России. Количество доноров в России на сегодня составляет примерно 14 человек на тысячу. В мире считается нормой 60-70 кровосдатчиков на тысячу человек. Донор издает кровь раз в две недели и в количестве 450 миллилитров за раз. Очень интересно посчитать ограничения, кто может, а кто не может сдавать кровь. Но это просто отдельная песня. Считаем. Население России, не кидайтесь палками по статистике, 145 миллионов человек. Итого доноров 145 миллионов умножаем на 14. 2 миллиарда 30 миллионов человек. В году округляем. 50 недель. Делим на 2. Получаем 25. Каждый донор столько раз в год сдает свою кровь. Итого 2 миллиарда 30 миллионов. А нет, 2 миллиона 30 тысяч. Умножаем на 25. 50 миллионов 750 тысяч человека сдач крови в год. Каждый донор сдает 450 миллилитров крови за раз. Считаем. 50 миллионов 750 тысяч. Умножаем на 0,45. Получаем 22 миллиона 837 и 500 литров крови в год. 22 миллиона 837 тысяч 500 литров крови в год. Одному больному требуется 8-10 литров. А таковых ежегодно полтора миллиона человек. Итого по максимуму 15 миллионов литров. Вычитаем одно из другого. Получается 22 миллиона 837 500 минус 15 миллионов. Получаем 7 миллионов 837 500 литров. Куда? Резюмируем. Ежегодно куда-то девается почти 8 миллионов литров крови. Вот только не надо мне голосить про хранение. Поскольку... А, вот только не надо мне голосить про хранение. Поскольку, как пишется абсолютно на всех донорских сайтах, крови постоянно не хватает. Каждый раз, как только что-то случается, тут же поднимается крик до небес, что крови нет и всех настолько зовут бежать в больницу сдавать кровицу. Ух, у меня лично возникает вопрос. Кому же именно постоянно не хватает свежей человеческой крови? Есть какие-то мысли? Вот только не надо мне про вампиров, пожалуйста. Куда одевается 8 миллионов литров крови? Незатейливый подсчет. Спасибо за внимание. Благодарю.